Господин Тамар, ну давайте по порядку. Начнем с атаки непосредственно по территории России. НЛО в этот раз выбрало своими целями стратегические объекты, в том числе газовые, нефтяные хранилища. Злые языки говорят, что к этому причастны украинские спецслужбы. Если рассматривать такой вариант, как вы можете оценить такую тактику и вообще масштаб этой операции? Вы знаете, был такой военачальник в Израиле, Ариэль Шарон. И вот когда-то он стал премьер-министром, потом он скончался. У него было много афоризмов. Его любят цитировать, я люблю цитировать. Вообще был очень яркий, интересный человек, много сделал для Израиля. Вот у него была такая фраза, ты всегда знаешь, как ты начинаешь войну, и ты никогда не знаешь, как ты ее заканчиваешь. Вот когда началась война, я на второй день обратился к россиянам, ведь никто же не мог предположить, что этот ужас и кошмар будет длиться больше года. Ведь все же говорили о том, что 2-3 дня армия Украины будет раздавлена, и уже заказывались в Киеве в ресторанах столики офицерами российской армии. И я обратился к россиянам с призывом прекратить это безумие, что вы делаете, вы выпускаете из бутылки джина, который сожрет всех, он не пощадит никого. Это надо немедленно прекратить, потому что это ужасно, это бессмысленно, это необоснованно. У меня, конечно, тут же полетели, в кавычках, гнилые помидоры со стороны россиян, меня начали обвинять в том, что я там кого-то предал, хотя до сих пор не могу понять кого, потому что я не россияник, я не русский, я никогда не являлся гражданином Российской Федерации по национальности, я еврей. Когда я решил уехать из Советского Союза, у меня отняли советское гражданство, поэтому кого я предал, я до сих пор не понимаю, но они же все время предатели. Это же их национальный спорт такой. Так вот, это к чему все я сейчас рассказываю. Они, когда бомбили ваши города, они думали, что это в одностороннем порядке происходит, что вас бомбить можно, а обратно не последуют реакции. Ну так так не бывает на войне, на войне же, когда начинается война, все, белые перчатки сняты, и дальше можно все. Я не знаю, это были инопланетяне, или это были ВВС Люксембурга, возможно, или это были белорусские партизаны, которые использовали. Но факт остается фактом, десятки объектов на территории Европейской части Российской Федерации были подвержены огневому поражению. Эту операцию можно расценивать как операцию, прошедшую относительно успешно. Почему я говорю относительно успешно? Потому что какие-то средства поражения не долетели до целей, потеряли ориентиры, были сбиты, возможно, даже, во что я меньше верю, потому что российское ПВО – это их ахиллесово пята, если они в целом скверно воюют, то ПВО у них вообще отличается очень низким уровнем. Но в любом случае, вот эти вот таинственные силы, которые либо Люксембург, либо Лихтинштейн, либо марсиане, они, видимо, насколько я понимаю, в этой атаке тестировали новый вид или несколько видов даже вооружений, которые, учитывая обстоятельства широкомасштабной континентальной войны, можно было, и учитывая тот факт, что они беспилотники, то есть там нету людей в них, можно было сделать тестирование в боевых условиях. Это достаточно редкая ситуация в военном деле, когда можно протестировать что-то, так сказать, в условиях неприближенных к боевым, а в боевых. И я рискну предположить, что использовалось в данном случае несколько видов летательных аппаратов. Почему я так думаю? Потому что дальность поражения очень различная была. Где-то это были несколько десятков километров, а в некоторых случаях это были многие сотни километров. Поэтому логично предположить, что разные виды аппаратов использовались. Это мое допущение, я не имею информации на эту тему, так сказать, потому что я не очень плотно общаюсь с марсианами в последнее время. Так что теперь, что касается результатов, смотрите, ну, результаты, они скорее будут иметь общественно-политическое, пропагандистское значение, нежели стратегическое. Почему я так говорю? Потому что когда, допустим, россияне подвергали вашу страну атаками шахедов, понятно, что это приводило к человеческим жертвам, к нарушению электроснабжения, к разрушению ваших инфраструктур. Но я думаю, что даже россияне не рассчитывали, что этим они сломят ваше сопротивление. То есть это не носило стратегической угрозы, это носило момент, так сказать, дестабилизационный для ваших тылов. То же самое и вот эти вот атаки, можно их так квалифицировать. Потому что сама по себе такая атака или ряд таких атак, это не то, чем можно выиграть войну. Но это понятие симметричного ответа. Кстати, если вы помните наши прежние с вами разговоры, я говорил о том, что атаки вашей территории можно прекратить лишь в том случае, если вы будете в состоянии наносить симметричное ответ. Так что это вот в рамках таких вот взаимоотношений, военных симметричных ответов двух воюющих государств. Теперь, безусловно, это очень важно. Безусловно, это очень важно. Но еще раз, не надо преувеличивать значение этого. Так вы войну не выиграете. Вы таким образом можете расставлять акценты. Расставлять акценты и задавать правила игры и перехватывать инициативу. Вот эти вот моменты важно здесь отметить. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот когда начиналась эта война, тоже же мы же, люди же, они всегда на лучшее надеются. Во-первых, никто не мог представить, что она начнется. Но когда уже началась, так все же, знаете, как вот у нас, допустим, ну как это два братских народа, ну как, наверное, там будет какое-то пенсильменское поведение, там, ну вот как-то, в каких-то иллюзиях. Но очень быстро эти иллюзии были рассеяны адом войны. И когда пристала всему миру правда этой войны и поведение российской армии на оккупированных территориях, то стало понятно, что не просто белые перчатки сняты, а их и не было никогда в помине. Так что я не просто так на второй день войны призывал россиян прекратить войну немедленно. Они бы меня послушали. Может быть, и всем было бы лучше от этого. В отличие от россиян, ни марсиане, ни украинские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре, гражданское население от этого не гибнет. В этом-то, собственно говоря, и отличие сейчас. Но вот давайте в контексте последних атак еще, конечно же, обсудим взрывы на белорусском аэродроме в Мочулище. Для наших зрителей расскажу в двух словах, что там пострадал российский военный самолет. И это не просто борт. Я себе выписал, это борт радиолокационного обнаружения, который использовался как воздушный командный пункт. Стоимость такого борта около 330 миллионов долларов. Вот можете нашим зрителям в двух словах объяснить кратко, если вы знаете. Вот воздушный командный пункт. Это какие функции вообще выполняет такой самолет? Насколько сильная, серьезная эта потеря для российских воздушных сил? Я обязательно сейчас отвечу на этот вопрос. Но я позволю себе маленькую ремарку по поводу того, что вы сказали вот сейчас минутой ранее. Я считаю, что очень важным условием развития вашей цивилизации является то, что вы не можете себе позволить, как вы совершенно справедливо отметили, поведение, которое позволяют себе россияне. Вне зависимости от их поведения вы должны стремиться к тому, что несмотря на чудовищный кровавый оскал войны, вы должны стремиться оставаться людьми и вы должны стремиться любой ценой действовать в рамках обычаев войны и международного правового поля. Я знаю, что в вашей стране это намерение, это тенденция, это устремление декларируется, и это очень правильно. Это очень правильно, потому что этим вы сохраняете свое внутреннее нравственное лицо, и основная задача воюющего общества – это не озвереть. Это очень важно. Так что я совершенно согласен с вашей тезой, которой вы дополнили мою прежнюю, так сказать, ремарку. Так вот, теперь касаясь вот этих вот самолетов, о которых вы сейчас упомянули. Значит, касательно их функций, ну, во-первых, это не только командный пункт, это радиолокационная станция, это координационный центр, это узел связи, это очень важный элемент вообще всех военно-воздушных и ракетных сил на конкретном, я бы даже сказал, стратегическом направлении. Теперь, у россиян было заявлено до начала войны этих самолетов 10 штук, как в наличии, из которых говорилось о том, что в состоянии боевого, готовности к боевому применению имеется 6 машин. Ну, я сейчас буду очень, так сказать, large по отношению к россиянам, и допущу, что если они говорили, что у них их 6, я допущу, что 4 действительно были исправны и функционировали. Ну, на самом деле, злые языки говорят, что 3, но я допущу, что было 4, я вот дам им кредит, так сказать, доверие. То есть, повредив, а некоторые злые языки говорят, что безвозвратно, повредив один из них, вот эти вот белорусские партизаны, которые, я так понимаю, действовали в координации с марсианами, они снизили на 25% возможность россиян совершать разведку, координацию, управление и так далее, и так далее, и так далее. Не только самолетами, да, но и ракетами. Они используются и для координации ракетных ударов, для наведения на цель ракет. То есть, этот самолет, это, как знаете, это центр нервной системы в человеческом организме. То есть, это как циклопу выбить глаз, и дальше можно с ним сделать все, что хочешь, в том числе и силами белорусских партизан. Так что, вот здесь как раз-таки может быть значение, непосредственное влияние на ход боевых действий в ближайшей, в краткосрочной перспективе, возможно, значительнее, чем атаки марсиан на российские склады с горючим и какие-то там инфраструктуры военные, которые вот в последние дни были совершены. Это важнейшее действие. Кроме версии о том, что к этому причастны белорусские партизаны, которые якобы взяли на себя ответственность, есть еще версия о том, что был запуск из Чернигово беспилотников, якобы их было запущено пять, три из которых сбили средства воздушной обороны Российской Федерации, один не долетел, а один как раз и попал в цель, нанеся вот этот вот урон. Я когда читаю в российских средствах массовой информации о том, что вот Украина подает это как победу, хотя из пяти беспилотников долетел только один, у меня сразу возникает мысль, окей, ну а чем не победа? Значит, просто нужно запускать большее количество беспилотников. На самом деле, то, что эти, если это были беспилотники, они долетели до цели. Можете подробнее рассказать, что это вообще нам говорит о российской системе противовоздушной обороны? Дело в том, что противовоздушная оборона – это один из сложнейших элементов военного искусства, военного строительства. После военно-воздушных сил и военно-морского флота это самый сложный в технологическом отношении элемент родвойск, да, родвойск, так правильно сформулировать. Он очень мультидисциплинарен, он включает в себя там и радиолокационные станции, и ракетные системы, и зенитчики, и ракетчики, и связисты, и, ну, то есть там огромное количество специалистов. И, ну, когда-то в Советском Союзе этому уделялось большое внимание. Потом в Советский Союз он прихлел как система, как цивилизационная модель, и не просто так он развалился. Это для Путина – это трагедия, а на самом деле это не трагедия, это закономерность. Это как смерть пожилого человека, который вел, так сказать, не очень здоровый образ жизни и достиг рубежа определенного возрастного, да. Это можно так сформулировать, медицинскими, так сказать, категориями, если это определяет. Так вот, когда Советский Союз прихлел и шел к своему закату естественному, как несостоявшаяся управленческая модель, это сказывалось на все армейские системы, структуры, в том числе и на ПВО. И ПВО никогда не было сильной стороной в позднем Советском Союзе и, собственно, во времена России современной. Если вы помните, возможно, вы значительно моложе меня, но была такая история, что в 80-е годы один американский летчик, такой авиационный хулиган, позволил себе с территории Финляндии на маломоторном самолете приземлиться на Красной площади. Ну, это иллюстрирует, это иллюстрирует, как бы, очень многое на самом деле. Вот. И когда Россия подошла к этому военному конфликту, ну, то, что они к нему не готовились, я думаю, что сегодня бессмысленно это пытаться объяснить. Это очевидно любому человеку, который наделен хоть каплей критического мышления. Они не понимали, что они затевают и так далее. И уж тем более они не готовились к оборонительной войне. А ПВО — это элемент обороны, это элемент оборонительных действий. Так когда война вступила в затяжную фазу, более того, они начали раздергивать свою систему ПВО и снимать с боевого дежурства системы С-300, С-400 для того, чтобы переформатировать их для нанесения огневого поражения в режиме «земля-земля» по вашей территории. И это лишь ослабило эту систему. Теперь эта структура ПВО, она созвездна многих звеньев. И если потянуть там одно звено и его разрушить, то это поведет за собой каскадную реакцию. И я думаю, что сегодня любому российскому военному очевидно, что ПВО у них в очень плачевном состоянии. Оно не может защитить страну, страну огромную, с огромной территорией, с огромным количеством потенциальных целей и объектов. И сейчас большой вопрос, какие у них будут приоритеты. Но если бы, допустим, речь шла о государстве, которое проповедует гуманитарные ценности, ну, там, наверное, были бы одни приоритеты. А здесь, я думаю, у них есть главная, так сказать, точка преломления усилий в данном случае – это Кремль и Бункер. Я думаю, что там будут главные усилия ПВО, сконцентрированные российского. Ну, а марсиане, я думаю, почувствовав вкус победы, особенно принимая во внимание тот факт, что беспилотник, как вид оружия, позволяет, в общем-то, совершать и авантюры в том числе, потому что там нет понятия угрозы человеческой жизни атакующей стороне. Я думаю, почувствовав вкус победы, марсиане начнут просто рвать в клочья военные инфраструктуры, тыловые военные системы, там, склада с горючими, ну, и другие цели соблазнительные, которые в данном случае могут быть. Ну, и я думаю, что надо стремиться к тому, чтобы, ну, там, Министерство обороны или вот здание ФСБ, например, штаб-квартира ФСБ, мне кажется, очень вот напрашивается прямо, так сказать, для нанесения огневого поражения, такая очень достойная цель. Ну, может быть, там, Генеральный штаб, вот такие вот цели, я думаю, что надо рассматривать, как возможно.